всем привет 22 августа пивная пятиминутка илья понедельник день тяжелый и продолжаем разбираться с нашими баранами ой господи сегодня у меня лёвин брои да не простой а зелененький со стилем пилс надеюсь это будет пилс тогда будет понедельник прожить не зря так вот он выглядит даже пробочка бронтирована откручиваешься откручивающаяся со львенком открываем наливаем это вот я щас так заткнулся потому что мне в нос дал какой-то резкий запах вот он с дымком идет надеюсь он сейчас продышится в пена то какая ух какая немецкая хорошая пена да нет на самом деле газировочная такая быстро сходит но не очень быстро но сходит а нафига и держаться это же не пшеничка не будет она долго держаться так ебушки воровушки естественно это у нас производят в россии как я уже говорил нашим дали лицензию нашу погнали ты еще сортов делать одного бренда да до этого было традиционно оригинальная был любим брой и октоберфест а сейчас понеслась пизда по кочкам как я люблю выражаться 1524 мюнхен тут что-то вот готика и традиционал о даже прочитать могу традиционал гибраут нах да нах короче типа медальки пытались тут нарисовать тут они тоже есть но это никаких не настоящие медальки никакие и так далее пиво премиум пилс на светлая пастеризованная русская пинта здесь у нас 0 45 как вы понимаете так экстрактивность начального сусла 11 и 4 при этом алкоголя здесь 48 так 48 11 4 но в принципе более-менее нормальное сочетание идет ищу я здесь жадными глазами состав вот его где спрятали вода питьевая сол пивальный чменный хмель продукты а то все по классике спасибо еще такой запах то резкий это что мне сейчас в нос такое пахнуло это хорошо что мне еще насморк представляете отвратительный аромат абсолютно отвратительный это вот опять же эти тряпки не тряпки не знаю но моча это носорога это простят меня мои волшебные вкусовые сосочки ну ничего ребят не переживайте потом будем отпиваться крафтиком сами знаете я для вас реабилитацию купил так что будем в конце недели наслаждаться и радоваться неделя только началась но я надеюсь что не все будет настолько ужасно вот считайте ну вот кб ну мать его третье пиво и третий дефект но вот потому что этот аромат кроме как дефектом я назвать не могу потому что там первых что-то резкое мне пахнуло и вообще санины сейчас воняет и это ужасно люди окститесь не ходите в кб бойкотируйте кв эфес короче все разливает кстати по поводу кого я хотел немножко побомбить то еще и боссе по моему да по поводу е да я был неправ все-таки эйби сиди и джи поэтому ибо си но не боссе а и боши если уж читать на английский манер правильно так что как ни крути все равно там будет ши и боши а для русского к разница и боши или боши на слух то все равно маг во вторых опять же быстро я там прочитал этот без состав поблагодарил только не соложенку но не обратил внимание что не соложенка там стоит на первом месте вы когда-нибудь вообще такое видели то есть я потом переписывая такой чул глядь что там стоит ячмень потому что сироп да только эта хрень и в самом конце б перед хмели продуктами уже идет это солод ячменный то есть самом конце идет солод ячмена я такой смысле вы словили пиво основа которого идет не соложенка чуть-чуть добавили уже потом что ли солода сижу думал как так еще можно но по вкусу туда поэтому понятно почему там такое говнище получилось причем это яблочное дефектно это просто жесть какая ну жесть нам еще предстоит впереди поверьте мне так все пора наверно пробовать пора насиловать свои вкусовые сосочки напоследок еще так подальше а то опять резкие ароматные долбанёв днося санины понять твою мать кб что вы делаете с людьми а вот вы можете ответить что вы делаете с людьми какой пилс какой пилс мать его пробуем что за хрень горькая вода 60 рублей теперь 045 59 99 в топку господи да простят меня мои вкусовые сосочки я по ходу извиняться будут перед ними всю неделю потому что вот такой трешняк я решил на какой-то хрен продегустировать у меня слезы потекли я не знаю за чего то ли это слезы вкусовых сосочков то ли мои но это точно не слезы радости это слезы печали и горя до жути водяниста точнее сказать не плотно какая-то аптечная горьковатость вообще непонятно можно ли это называть пилсом пилснером нет горечь знаете она такая милю хмелевая но очень-очень ковенный хмель знаете как будто его подобрали на даче от мне кажется хмель почему вот дачный да ну или просто там приусадебный он же красивый он растет быстро красиво так у нас по крайней мере в наших широтах красиво так все стенки так заволакивает заборы мне кажется этот хмель именно вот такой вот по вкусу вот этот вот дикий дачный потому что вот этот это горечь хмелевая она очень неестественная точнее как-то выразиться она вот именно вот дикая понимаете это вот не какой-то благородный хмель который должен быть что там кстати используется сас собра сас по-моему да подвязный хотя бы но вот это такое ощущение что съездили к пивовару на дачу и собрали на заборе у него хмель они как раз созрели эти шишки сейчас потому что это ужасный горький хмель дикий такой знаете похоже на эксперименты домашнего пивовара которые почему-то потому что почему это говорю потому что я прямо себя так представил как вот я это решил который решил сделать эксперимент вот время уже ближе близится к сентябрю у тебя весь забор в этом хмеле ты варишь в кастрюльке на даче на костре пиво не знаю или просто ну скажем так не забыл хмель дома до нормальный гранулированный а решил повыебываться и поэкспериментировать и решил вот этот хмель который созрел на заборе отрезать несколько шишечек и его туда закинуть вместо нормального хмеля меля точнее даже из любопытства скажем так не забыл хмель а вот из любопытства ради эксперимента наука продвигает решил закинуть вот этот хмель ну и вот получил вот такой вот такой вот горечь непонятную дикую не обрамленную ужасно и водянистое пиво то есть солодовой составляющей я вообще не чувствую вот только вот горечь вот этого ужасного дикого хмеля отвратительное пиво так что решайте сами но я думаю блин многие уже попробовали ради любопытства вот эту хрень и надеюсь никто больше кто из тех кто попробовал второй раз его уже не брал понял что это полная дичь полная жесть и так далее все больше не хочу продолжать об этом пиве так что до понедельник действительно выдался тяжелым но ничего чуть-чуть потерпеть слушайте а чуть терпеть то можно же один день попить вот такую хрень второй день крафтика какого-нибудь долбануть а чё бы нет а чё стесняться правильно посмотрим по настроению посмотрим все посмотрим но на данный момент не болейте берегите себя будьте здоровы открывайте для себя новые стили пива например пилцер если у кого-то еще продается то конечно же это уркуэл классика все дела у нас там пропал уже причем давненько да ну и открывайте для себя новые пивоварни российские не советую по крайней мере масс марки фс хенькин вот это вот балтика чером калсберг групп вот это вот на все пока до завтра будем думать муть будем мучиться дальше или все-таки разбавим свои будни вкусненьким крафтика пока